и здравия соратники и сегодня я кратенько хочу вам рассказать о даже не враги не предатели а просто дебил ойди по имени паша я его называю уже пашка кашка потом говна от него идёт написать но началось с некоего расследования где он несет там вот и третье сказочницы вот это вот канал любимой планеты и там уже третье сказочница у него сначала они работали с моной после того как паша мягко говоря начал тормозить показывать свое нутро он как известно перестала с ним работать там поломесяца искала с кем бы работать в результате я порекомендовал ей наверное моя ошибка сам не стал работать полагал что у меня есть другие дела есть приоритеты помимо зарабатывания денег нужно же делать более важные вещи деньги вторично ну она стала работать с михаилом а паша ну стал работать с другими сказочниками казачниками а у нее была там ольга и другие сказать в общем потом была не анила а сейчас вот он делает уже который раз вот не анила и уже второй сеанс он на талии какой то суть та же самые такие же сказочки но более важное что он отвечает мне после моего комментария как всегда павел не умеет работать плохо но это спорно потому что вот можно послушать вот любой момент 300 назад получились но это получается что до емельяна пугачёва потому что во всей этой битве и вот этой вот страшенную он потерял сил фактически а сказочки про емельяна пугачёва но это сказки официальной истории она вся придумана перри иначевать какие-то фантазии по поводу персонажей из реальной то есть придуманной истории как делает бабушка вика я думаю не имеет никакой это у них кто не придет на сеанс тут либо моисей либо иисус либо нефертити там уже очень много всяких персонажей особенно женщин все все красавицы из прошлого царицы и так далее и она просто иначе как там и какая-то вариативность того что написано официальной истории просто она придумывает раскрасить перри рассказывает по-своему интерпретирует реальные то есть придуманные события реальной истории по каких-то реальных персонажей придуманной истории реальный берет и фантазирует на эту тему нечто подобное мы видим здесь уже третье сказочница а может быть уже и 5 10 неважно и как паша работает ну вот пусть каждый судит сам сейчас покажу просто произвольно можно самого начала послушать но это долго и нудно я послушал ну не все нудно потому что я там поржал по на пару моментов там про сильные руки емельяна этого как он нам что-то из дерева строгал это весело конечно же реально весело ну вот как паша работает можно выдержку небольшую сделать он был один один он как с этой болью вот и кажется даже как он постоянно это испытывал почему об этом не говорят о чем именно но об убийстве вот этих говорят как я просто вижу как сжигаются прям уничтожают целые да семьями поселками деревнями родословными вырезали всех кто не согласен с их ней властью новой с их не вероисповедание вот они посмотрите посмотри что они навязывали конкретно подчиниться власти это да ну что еще они несли то есть получается официальная история это правдиво да по 6 правильно тебя понял говорят ну то есть получается все что написано официальной истории я правда то есть официальная история да этажи закопались сами колонны оплавились сами и реально петр рубил окно в европу и построил питер екатерина потом по непонятным технологиям и 700 тонную махину поставили реально мужики крепостные в рубящих лаптях и бородатые да а высокие три купола для помолиться причем средние это 200 тонн амальгамы это золото с артутью причем золото допустим и сибири привезли на ближайшее месторождение артути в средневековом времена скажем так более ста лет назад было в испании использовали только алхимики где взять пропорции 50 на 50 100 тонн ртути а это мягко говоря очень много это мягко говоря чистой ртути для амальгамы и зачем это нужно для целей помолиться паша почему-то не объясняет ну ладно послушаем еще как он работает в основном все заканчивалось тем что стариков выводили за не заступались и все уничтожалось а кто добровольно там как-то так вот я вижу вот коренастый мужчина стоит ну зажиточный такой и он конечно с болью на все смотрит но хочет свою семью защитить его попрятал как бы встал и молчит может это он говорит они даже некоторые как с акцентом разговаривают наемников было очень много не русские из Европы было много наемников а он так знаешь брови наступил вот паша как работа несколько моментов было половинку досмотрел он просто и понаправлял мол что-то не по тексту и сам говорил очень много вот он не слушает он больше говорит и направляет было много на вот где-то они прочитали сказку вот это вот классический такой креативный фантазийный пересказ сказки это официальная история для тех кто эту сказку еще не прочитал не запустил и коротко как-то отвечает что-то да, нет, нет, да как-то так а то с ним грубо, так резко, достаточно нагло и некоторые старики сами выходили чтобы семьи не трогали и то есть цель была только старики это была история ну, они хотели их убрать чтобы те не обучали не передавали дальше знаний да это была какая-то чистая история чтобы понимать классическая история ну да, была классическая история ну вот на этом и закончим что все, что она увидела это классическая история которая я считаю, что она придумана и тут Паша начинает наезжать смелости еще не набрался встретиться за правду пообщаться кто есть на самом деле Паш, я тебе уже говорил в лицо в твои свинячьи глазки кто-то есть и какашка немножко комплиментом в этом моем аналоге это был диалог с тобой но ты немножко стоял и аптек к сожалению не записал но могу и повторить кто-то есть и что-то есть после одного изорвлений у нас так вытаскивали на образах говорил и ролик как я с тобой общался например какой-нибудь сказки например и твой мозг чтоб ты начал работать с образами ими ну и насчет вот некоторые других ответов сначала он говорит я отвечаю людей баню объявляю врагами человечества на какой-то вопрос вопрос кто нам проповедует в чем жили по сей день можно ли считать что можно считать реальностью это вопрос был к Паше но Паша переводит стрелки это вот одна его сущность когда сам не отвечает даже на вопрос адресованный ему самому далее есть другие очень интересные нюансы например вот тут он говорит что тут он говорит что он не тот слипер который изначально начинал с ним поэтому он с ней первым и прекратил работать в одном комментарии он говорит что он первый прекратил работать а тут первое я рассорил лену с Викой я пытался сотрудничать с ними да чушь это полная ибо лена наехала и я об этом сделал ролик все по горячим следам залез в нашу команду да нет не залезал в команду первый сеанс можно посмотреть расследование сделала моно еще не зная меня но она подтвердила и технологии прошлого и увидела и увидела ту королеву Роя первый сеанс доступно открыт и я якобы рассорил родных сестер моно с Викой каким образом я их рассорил я оказывается то есть получается я рассорил его с Моной а не он первый прекратил с ней работать как-то вот не сходится ну в общем многое не сходится у Баша и сейчас я еще покажу что не сходится например вот здесь его ответ понятно что он переводит стрелки вся моя информация касаемо 19 века наполовину состоит из моих собственных желаний и домыслов что все было как я хочу то есть что я сам придумал закопанные этажи я сам придумал неизвестные недостижимые сейчас утерянные технологии я сам придумал оплавленные колонны в старом баре расплавленные ступеньки я все это покажу я уже наснимал фотки не несут ничего конкретного ну да кроме разрушенных сейчас зданий кроме фонтанов по 30 метров высотой нет четкого объяснения определения что на этих фотках так посмотри и дай определение проявляется мои собственные домысловые выводы конечно я сам домыслил что александрийского колонна не для современные методы таки невозможно построить и вальбеки фиолиты по 1000 тонн 1-5 тысяч тонн да это я сам домыслил уху-ху что касается сестер не серьезно поверят в то что на самом деле был Сталин и причем здесь поверил Паша есть некоторые воспоминания мои собственные как мысленно с портретом Сталина в 33 году одна женщина ну я так видел как будто бы Сталин вот такая мне фантазия сон приснился сон ела собственного ребенка сваренного почему-то с портретом Сталина и его обвиняла в голоде а еще Сталин видел ему тоже сон приснился но это мне приснился сон что Сталину приснился уже после освобождения где-то под Смоленском в лесах там было семь женщин разные ну как семья еще ну из них двое детей трое можно сказать там подросток женщины все мужики то все так вот они от фрицев фашистов спрятались в лесах и весной и весной когда уже только таял снег им уже нечего было есть и они как вот понимали не крестились ничего просто просили помощи территория уже освобождена у них был такой страх выйти что они не а им уже есть ничего вот еще немножко травка пошла они поели но они умерли с голода они предпочли умереть с голоду но не выйти в лесов они стояли до последних Товарищ Сталин оборвал все телефоны тем кто там был говоря найти не нашли немножко не нашли но они не вышли они жили в землянке которую по усе не выкопали вот я не знаю фантазии это мои фантазии насчет товарища было ли это на самом деле вот я тебе даже и на сеансе это рассказ о чем я вспомнился в двенадцатом году много чего вспомнил насчет товарища Сталина как и насчет еще насчет ряда других 36 жизней было не на нашей планетке три жизни вот на нашей планете четвертое есть будет ну неважно что касательно сестер мне внушили ну вот ты наверное вику имеешь ввиду да но вика мне не врала что тогда вика не утверждала наоборот если верить вики я пиндер черномор главные в антимире кто-то еще там с десяток наименований глава антимира но ни в коем случае не и насчет вики без ума от меня это ну мягко говоря ты преувеличил балаболка ты паша балаболка любой нормальный телепат а есть норма нормальный телепат есть какая-то норма телепатов кажется что та душа которая глава со Сталином на земле не вот эти вот твои фразы любой знает всем известно еще раз тебе задает вопрос ты не отвечай я тебе говорю то что думает и что за бабская такая манера принимать все на веру поверил или нет какая разница поверил или нет есть собственные воспоминания есть логика есть следы ядерных ударов на земле по земле есть провал в истории есть фантазия в истории куча вещей которые никак не объясняются официальные истории и если была ядерная война то что те кто прилетал они побомбили улетели простая логика паш если бы был ты мужиком ты бы руководствовался логикой а не им и ценности верит не верит и кто больше скажет а почти насчет конкретики ты никогда не отвечаешь почему-то прямо почему-то никогда его проработать конкретика паша конкретика давай шпукни мозгом конкретно у меня есть разбор фото есть конкретные мои съемки закопанных этажей расплавленников и что это было дай свою версию а не повторяй с 3 сказочнице там с 15 официальные версии пойми пойми пашок ты пошел по пути вики но тебе на этом пути ее не опередить ты никогда не станешь не станешь первым ты бледная тень вики потому что вот там фантазия неимоверная и кого-то бы ты не приглашал до этого была какая-то ольга с ольгой тоже я тебя рассорил да а с неонилой тоже я у старые добрые люди известны глазики да нет ты конечно ни в чем не виноват но почему-то вот глазики ставишь ни разу не масон и с ни разу не масоном другим и игорь ком сейчас там лабиринт сознания до этого было то ты канал кажись одни расследования одни расследования людей то мало люди то понимают что толку от тебя паша мягко говоря мало поэтому вот расследование вот расследование от расследования от расследования от расследования от расследования месяц назад блин вот какой-то человек больше месяца никого паш это показатель показатель того что ты уже поднадоел людям и фантазерки у кого были деньги они уже закончились их всех забрала и всем рассказала что они были там всякими нефертитями и прочими и прочими королевищными тебе с Викой конкуренцию мне кажется не выдержать ну а разумные люди понимают что между реальной работой с реальным человеком и слушанием сказочки какого-то так называемого слипера есть большая разница именно поэтому когда ты работал с моной у тебя была запись на полтора года вперед с этого а сейчас вот месяц причем у моноты и сейчас это я и не даю больше даже говоря перерыв надо пожить их денег не заработай нет смысл надо жить и люди кто желает работать с собой они работают это совершенно другая работа чем сказки о каких-то мифических прошлых жизнях это работа с собой с детскими воспоминаниями с правильным пониманием детских воспоминаний работа с энергиями рунами мудрыми и прочее все что я даю на канале вдвоем и там никаких фантазий человек вспоминает сам никто никого но язык не тянет и не подсказывает даже посмотри наши мудрыми 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 если я кто-то созреет выложит тоже соратники просто не всех мы выкладываем не всех ну а тебе успехов пути и дорогой вики в известном направлении ты знаешь это направление ну ты хочешь открытости давай вперед вот пукни мозгом опять я кого-то баню ну по-моему есть раздел критика цельнозора и я уже там разобрал некоторых людей и тебя вот сейчас разберу и кто ты и любимую планету и по тебе я создал а ты говоришь что я чего-то боюсь я всем критиканам таким ответил тебе в твои свинячьи глазки еще раз могу сказать куда тебе идти все что я о тебе думаю тебе еще не надоело пожалуйста ты призвал к открытому диалогу пожалуйста покажи что ты мужик то есть логика мозги что ты сам не ссышь хотя ты ссыкло причем не умная вперед жду от тебя пашок открытого обращение разоблачение ответа как угодно называй а то ты обвинил меня в том что я слежу что у других не забывает следить у других умудряет следить за мной слушает кто и с кем я там говорю но это не я ни за того не слежу я иногда мониторю канал насчет поржать я просто знаю что ты проговариваешься иногда какашки посылаешь так вот завуалированно бывает бывает будь мужиком прямо расскажи только не с доводами поверил не поверил и без непонятными обвинениями мониторить youtube это нехорошо только людей его разоблачили в пух и прах но покажи хоть одного без общих фраз давай конкретика пытается остаться на плаву это ты пытаешься остаться на плаву хотя в том что грядет тебе нет места где-то заметили кто-то о нем начал говорить я не ты не надо что по мне начали говорить достоин ответа вопрос а не вопрошающий неважно кто задает о вопросе о реальной истории я не хочу чтобы говорили обо мне я лишь идея я хочу чтобы говорили о ситуации в которой мы все оказались и да если у тебя есть что-то по делу вперед и лично обманули две сестры одна сестра меня цинично обманула что я пиндер а вторая еще 36 воспоминаний я вспоминаю сначала а она потом рассказывает у нее хорошо идут картинки но вот первичные ощущения они мои паш будь ты мужиком ты во-первых заткнулся во вторых ты бы понял что ну так много не нафантазируешь довольно крайней мере у меня есть объяснение того почему закопаны первые этажи почему помним куда делись все технологии и откуда плавленные камни в общем пошок ты ты делай разбери меня по полочкам никому не получилось давай я думаю что у тебя получится я верю вперед разбей меня как говоришь в пух и прах если этого не будет мало что конечно изменится ты как был какашки так и останешься ну хоть попытайся как ты говоришь остаться на плаву попытайся жду разоблачение пашок пока